Привет, Москва! Продолжаем летопись добрых дел в программе «Равнодушных нет». Волонтёры бывают разными. Кто-то ухаживает за пожилыми людьми, кто-то посвятил себя донорству, а есть и такие, которые помогают в организации различных масштабных мероприятий, например, молодёжный форум «Селигер». Много про «Селигер» было уже сказано, и стоя твитов, пришло время разобраться самому. Вот тут, на границе Тверской и Новгородской областей, на берегу Живописного озера, собирается молодёжь со всей России ежегодно. Привет, Денис! Здравствуй, Антон! И чем же вы тут занимаетесь? Ходим на образовательную программу, слушаем тренинги, лекции. То есть обменивайтесь опытом? Получаем, да, ценную информацию, опыт. Я тоже так хочу. Может пройти как-то? Тебе необходимо получить бейджик, чтобы пройти на территорию. А у меня его нет. Я принёс тебе бейджик. Какой-то предусмотрительный. Спасибо большое. Держи. О, как полагается. Пресса. Ну что ж, тогда проходим. Здравствуйте. Вот, пожалуйста. Проходите. Спасибо. Ты волонтёр, делаешь не только бейджики, а что ещё? В мои обязанности входит много чего, нет конкретной задачи. Как скажут делать что-то, я и делаю. Так, а сейчас мы куда направляемся? Сейчас мы пойдём брать аппаратуру и оборудовать лекцию. Может показаться, что совсем несложно обеспечить форм оборудованием и продовольствием. Иллюзии рассыпаются, если учесть масштаб мероприятия. Ведь лагерь рассчитан на одновременное пребывание шести тысяч персон. Палатки разбросаны вообще просто на большом расстоянии. И чтобы дойти до самым дальним участникам Селигера на построение, нужно идти минут 15. Или вызывать такси. Ну или да. Если девушки, они могут парней попросить, они их отдадежут. И такое бывает? Да, я наблюдал не один раз. Вот, Антон, собственно, моё хозяйство. Есть колонка, есть проектор, экран для проектора и микрофон. И как ты всем этим распоряжаешься? Ну, это необходимо унести на лекцию, поставить, подключить и посмотреть, чтобы это всё работало. Слушай, смотри, колонка-то мощная. Может быть, прямо сейчас отнесём на пляж, устроим дискотеку? Нет, Антон, у нас есть чёткое расписание. Скоро начнётся лекция, поэтому мы не можем от него отклоняться. Селигер живёт по определённому графику, который составляется заблаговременно. Львиную долю занимает обязательная образовательная программа. Это около 8 часов лекций ежедневно. Я возьму небольшой микрофон. Проектор. Колонка. Вот так вот организатор взял на себя самое тяжёлое, а мне досталась вещь более компетентная. Денис, вообще какие гости приезжают на форум? Ну, приезжают различные эксперты. Вот недавно приезжала к нам американка Мариан Суман. Она руководитель волонтёрского центра в Лондоне. Она вообще потрясающая женщина. А что рассказывала? Рассказывала, что у них, если человек не занимается волонтёрской деятельностью, то ему очень сложно поступить в вуз. Если кто-то не занимается, то он просто не молодец. На форум приехали 500 преподавателей и 250 почётных гостей. Среди них известные политики, учёные и деятели искусства. Также «Селигер-2013» посетил президент России Владимир Путин для проведения пресс-конференции в свободном формате. Пару часов по Селигере, уже столько нового узнал. Вот сейчас необходимо нам идти делать очень важную вещь. Ещё? Да. Ну, успел ты там закончить и уже сюда пришёл. А для чего? Ну, работа непочатый край. Сейчас необходимо подписать сертификаты для участников, которые прошли образовательную программу. Просто писать фамилию и имя человек по списку, да? Сертификат участника «Селигера» — это не просто грамота на память. Обладатель этого документа получает возможность работать на региональных молодежных форумах. А как часто бывают такие поведелки у костра? Девочки бывают периодически, не каждый день, но мы стараемся по максимуму собираться. В конце рабочего дня, да? В конце рабочего дня, да. Когда уже всё позади, уже всё убрано, и можно насладиться костром. А ещё необычными фигурками у костра, это же оригами, да? Да, это оригами, совершенно верно. Кораблик? Кораблик — это тюльпан. Это ты сделал? Сделал это я, да. Хочу тюльпанчик подарить Лене. Спасибо. Вот. А кораблик я хочу подарить тебе, он как символ, чтобы у тебя твои начинания, твои путешествия заканчивались хорошо. И воспоминания о Сергере. И воспоминания о Сергере, да. Ребят, спасибо большое. Я, правда, должен уже бежать. Успехов. Пока. Пока. Ну а пока Денис меня посвящал в тонкости организационного процесса, в студии меня уже заждался наш гость. Директор смены волонтёра и гражданский активист, член общественной палаты Москвы Василий Овчинников. Привет, Василий. Привет. Как дела? Отлично. Признавайся честно, успел искупаться в озере, отдохнуть? Ну, все думают, что озеро, природа, отдых. Ну, на самом деле, для нас это была работа, поэтому шашлык мы, конечно, поели разочек, а вот покупаться не получилось, да. Ну, форум есть форум, это как лагерь, природа, общение друг с другом. А кроме Сергера, где ещё волонтёры могут получить эти знания? Правда, какие мероприятия? Ну, конечно, да, собственно говоря, не обязательно раз в год ехать в Тверскую область, чтобы чему-то поучиться. И на площадке Московского молодёжно-потенциального центра создана дирекция года волонтёров. Там практически всегда проходят циклами какие-то обучения, тренинги, мастер-классы, связанные с организацией волонтёрской работы. Плюс, чем удобно, что это не чистая теория, как была на Сельгерии. То есть на практике, да? Хотя и там была не чистая теория. То есть сразу же проходят какие-то акции московские, можно тут же присоединиться, себя попробовать, ну, как-то вообще посмотреть, твое-то не твое. И вот принял участие этот молодой человек в одной из акций волонтёрской. Какие перспективы открываются перед ним в будущем, если он идёт работать, говорит своему работодателю, я волонтёр? Я разделяю эту позицию, что было бы неплохо, если человек, например, отработал в таких мегапроектах, как Казань, прошедшая только что, или Сочи. Они работали там месяц, да? Это хорошая работа, это в экстремальных условиях, практически круглосуточная. И этот опыт было бы неплохо, наверное, где-то зафиксировать. Сейчас это делается неформально, в виде рекомендательных писем. Но это тоже сложно. Вот, например, проектные группы типа Казань, их через год не найдёшь. Кто там тебе подпишет рекомендательное письмо? Нет оргкомитета, нет дирекции никакой. И понятно, что этот опыт, ну, кто-то, может быть, засвидетельствует, может быть, этому свидетельству поверят, а может быть, нет. Поэтому вот для таких случаев я считаю, что было бы неплохо иметь возможность законодательно вписать трудовой для будущего работодателя, чтобы он знал, что у тебя такой опыт был. Вась, расскажи, пожалуйста, почему сейчас такое активное обсуждение закона о волонтёрах идёт? И вот твое личное мнение, какие поправки нужно внести в этот закон? Каждая площадка для обсуждения, коей и Селигер тоже являлся, это всегда информационный повод, чтобы снова заговорить об этой инициативе. Она в первой редакции вызывала недовольство всех абсолютно. А ты можешь напомнить, в чём смысл этого закона, и просто тогда поймём, почему они были недовольны? Идея закона, её все разделяют и согласны. То есть правильно вести понятие, все согласны, что должно появиться понятие волонтёра, доброволец. Ну, как бы одним понятием рад не будешь, оно тоже немного объясняет. Соответственно, нужно всем разъяснить некие ещё позиции. И уже получается много текста. И это много текста, те, кто инициировали, решили, что тянет на отдельный закон, где бы можно было, кроме того, что объяснить, что такое волонтёрство, ещё регионам, ну, как бы в начале первой редакции заставить их что-то делать, связанное с волонтёрами. Во второй редакции это смягчилось на то, что, ну, так можно делать. То есть закон превратился в некую методичку, не знаю, промо-листик, где написано, в общем, что такое волонтёр и что можно делать. Как некий набор идей, ну, рекомендации. Поэтому и есть обсуждение. А что тогда нужно внести, чтобы это был не пустой закон? Вот твоё мнение. Ну, изначально наши предложения были ввести понятие волонтёра в трудовой кодекс, чтобы оно появилось, и там ввести эти общие понятия. А потом сделать закон, который бы во все отраслевые, там, в пожарной дружине, в добровольной ДНД, то есть народная дружина, которая общественный порядок, там, какой-то закон о соцзащите, семье, там, везде-везде вставить некие вещи, связанные именно с волонтёрством в этом отрасли. Если закон будет этот принят, окончательно, бесповоротно, со всеми поправками, увеличится ли количество? Я думаю, что увеличится. То есть, как и любой документ, который приходит из федерального центра, регионы всё-таки воспринимают как некий тренд, и именно восприняв это как тренд, они начнут, многие делают первые шаги. Не знаю, как вы, я в следующий раз обязательно поведу на Селигир. Но это будет только через год, а пока могу вам пожелать только одно. Не будьте равнодушными. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин